Театральной библиотеки, но пока что я сделаю иначе. Директор Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки Анастасия Гай. Премию вручает, мы только что видели этот фильм, сценарист этого фильма, лауреат государственной премии. Собственно, за этот цикл фильмов с Андреем Юрьевичем они получили государственную премию «Время и место» за фильм про музеи Петербурга, про его историю и про его современность. Ирина Михайлова. Вы знаете, что я, к сожалению, а может быть, красавец и первая, кто поступает на эту церемонию, кто достает честь и вручает премию. И это очень волнующе, потому что, конечно, вспоминается в первую очередь Андрюша. Мы с ним проработали более десяти лет. И это были замечательные дни, это были очень интересные передачи, это было замечательное общение. И, конечно, он для нас просто родной и близкий человек. И эта передача делалась, ну, не просто с воодушевлением, а с очень большой любовью. Здесь вошел только кусочек. А вообще, конечно, мы все, я надеюсь, собравшиеся здесь сегодня, мы действительно любим это место. Если есть где в Петербурге расставник и телегипности, так это театральная библиотека. Я хочу сказать, мои девочки, но нет у меня такого права. Так вас называли, мои дорогие, так вас называл первый герой садочного станок. Но все равно, наши девочки, мы вас поздравляем. Вот действительно, это для меня очень большая честь, выручить вам эту премию. Амбрия, Сергея Ивановича, дай Бог вам здоровья. К вам всегда замечательно приходить. Вот правда, в ней будут. Замечательно приходить, потому что такая помощь, такое доброжелательство, такая хорошая атмосфера в вашем доме, которая для всех для нас становится ценой нашим общим домом. Спасибо вам огромное. У меня телевизорщик спросил вот тоже, что недавно перед началом, а каковы номинации? Я и здесь хочу объясниться. У нас номинации индивидуальные. У нас нет открытого соревнования, потому что тут такие корифеи собираются, что одно право постоять рядом – это священно-действие. Номинация, по которой вручается премия театральной библиотеки, звучит так. За бескорыстное подвижническое служение Отечественному театру. Канун 250-летия, 60-летия со дня рождения. Спасибо, это вообще первая такая серьезная премия для библиотеки. И мы, конечно, бесконечно благодарны. И она дорога для нас тем, что носит имя Андрея Юрьевича Крубеева. Вы сами видели этот фильм. Я всегда, когда его пересматриваю, просто слезы наворачиваются, потому что он настолько трогательно говорит о библиотеке, говорит действительно о нашей семье, которая для многих, наверное, тех, кто сидит в этом зале, тоже стала родным домом. В моем лице эта премия вручается коллективу театральной библиотеки. Все 70 человек, которые бескорыстно служат Отечественному театру в данный момент и, в частности, театральному Петербургу не смогли прийти. Но со мной мои коллеги, так сказать, сливки общества, театральной библиотеки, девочки театральной библиотеки, поднимитесь на минутку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вот пока. Ну, и они еще с нами послужат Марина Цыплавенская и Лена Погосова. Вот давайте им поаплодинам еще раз, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Написать серьезный фундаментальный труд о таких художниках сцены, как Иннокентий Михайлович Мухдановский и Георгий Александрович Товстановый. Иногда эти чудеса случаются. Случаются они многолетним трудом, тихим, глубоким уединением и кропотливым, и нежным, священным раздумием над природой сценического таланта. Нам повезло. Петербургу повезло. В Петербурге всегда рождается что-то необыкновенное. И в этом году появились две мощные, интересные, понятные и ученому, и простому читателю книги. Называются они «Гений Смортуновского и режиссура Товстоногова». Смотрим на экран.